МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навин региона». У студии Алена Мельшанкова. Вітаю вас сьогоднего выпуску. На Могилёшине убирают Гароднину. Но как на этом подзарабить? У нашим выпуску. На месте злочинства Жихар Костюковичу затриманный за незаконные послуги. Могилёрых туэцца далекко от летычного марафону. Организаторы мероприемства делятся подрабязностями. Саденничать по величению поставок на рынок у сходня казахстанской области и беларусской продукции у целом и могилёвской уприватности. Такой домовленности досягнули подчас интернет-сустречи представники Могилёвской и у сходня казахстанской областей. Провели я ее у Могилёвским агентстве регионального развития. Нагадаем про такую интернет-сустречу домовилися подчас саммита губернатора Умежах юразийского тыдня. Утеперешнім семинары примали удел специалисты самых розных. Алин, будовництва, жилёво-коммунальные господарки, туризму, аховы здоровья. Абот в баке обмерковали максимальность открытия гандлёвых домов и организации выставы-продажу продукции на территории областей. Наприклад, лифтового обсталевания Могилёв-Лифтмаша и продукции предприемства Могилёвщины, які перепрацовуются Довину и Гароднену. Орожай Гароднене на Могилёвщине убрали на полову. Под гэтая культура сёлита, як поведомили у Абл-сельгаз-Харча в области засеянная маль 900 гектаров. Нарыши аграры запрашают на сельгаз-работу у всіх, кто жадает подзарабіць. Оплата на сельгаз-работах по факте выкананной работы. Разлик кожный тыдень. Записаться у бригаду можно у Могилёвским городским управлений по праце занятостей социальной обороне. Можно навод потелефоновать по номерах у областным центры 76-89-88-40-07-65. Записывать у такие бригады и непосредственно по адресе управления Могилёв в улице Космонавта у 17, кабинет номер 3. При себе треба иметь пашпорт и страховое посвеченье. Доставка автобусом управления ранницей у 8.00, назад у 17.00. Дорожи больше за сотню могилёвчан, что дня корастаются макшимостью подзарабить на сельгаз-работах. Зараз наёмные работники из областного центра працуют в Ушкловском, Белынецком и Могилёвском районах. Людмила Шутова, качаны пекинки, выбирает досконало. Вельми важный товарный выгляд. Плотное, до двух килограммов без сапсованного листья. Да и текава, ранее пекинку бачила только на полицах крамы. И хотя Людмила на поле первый день, а ли уже удячная, что подказали про такие работы. Добрая организация, её есть подвоз на поле. Перапынок на обед, одним словом, працавать можно. Если ты стал на учёт, там, допустим, и позвонить могут. Если срочно надо будет куда-то бригаду набрать в бирже. То есть на их помощь можно рассчитывать? Можно. Если есть желание, то, конечно. Жадание есть у многих. Только на этом поле приватного предприемства працавать будут 25 человек. Посели 30 гектар. Мы рассчитываем получить готовую продукцию тысячу тонн. Главное показать, чтобы она была внутри чистая, неторожидённая, не заселённая насекомыми. Красивый внешний вид должен быть. Вот поскопка отдыхает. Ну, решила подработать. А сколько обещают вам заработок какой? Ну, ещё не интересовалась. Первый день. Пока ещё не время интересоваться. То есть сначала себя показать, да, потом? Ну да, наверное, так. Мы запытались. Зарабить за смену працаны может 20 рублей. При этом убрать треба 2 тонны пекинской капусты. Громадские работы организованы зараз и на уборце инших сельгазкультур, цыбулей, бураков, морквы. Записаться у таких працонный десант можно у городским управлений по праце, занятости и социальной обороне. Олеся Рыбалка, Виталий Алексеенко. Новины региона. На месте злочинства супрацонники финансовой милиции суместно с милиционерами управления по боротьбе с экономичными злочинствами затримали же хора города Костюковичи. Мужчину обвинуватели у незаконным обмене валют. По словах правоохолнику, в своей послухе он оказывал не только простым грамадянам, а и процедурникам коммерциных структур, индивидуальным предпринимальникам. Затримали мужчину при испробе поменять 80 тысяч российских рублев на белорусские. Помимо предмета административного правонарушения 80 тысяч рублей Российской Федерации, у правонарушителей изъято денежный средств на общую сумму более 9 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по указу 49. За совершение административного правонарушения, связанное с незаконной скупкой продажи и обменом иностранной валюты, правонарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств. По традиции, звернуться с пытаниями до представников улада жахары в области смогут в субботу, 23 вересня. В Могилёве-Бабруйске и во всех райвыконкамах Могилёшины так само пройдут промые телефонные линии. С 9 до 12 годин у Могилёвским Аблвыконкаме промою телефонную линию проведет Кирауник с правами Рыгор-Воронин. Коли у вас есть пытания по контролю за выкананием документов типа работе со зворотами грамадян и юридичных особ, телефонуйте. Нумер у Могилёве 50 18 69. У Могилёвским Аблвыконкаме ваше телефонование буде прымать намесник старшини Сергей Дядович. А у Бабруйску в той же час промую телефонную линию проведет Александр Маркачоу, намесник старшини Бабруйского Аблвыконкаме. Его номер телефона 76 21 41. Шостая посаджение Молодежного Совета Федерации Профсоюза у Беларуси проходит у Гэта и Дни у Горках. Активисты профсоюзного руху обмениваются вопытом, як наибольша эффективна выршать проблемы молоди, забеспечивать их социально-экономичные и працонные правы. Обмерковать актуальные проблемы молодых работников, обменяться вопытом познавального отпочинку, ды просто сустреца с идэными сябрами. Активисты Молодежного Совета Федерации Профсоюза у Беларуси з'ехаліся з усёй країны. Их прямая беларуская державная сельгаз-академия. Халуная мета сустрэча, як мага большую колькась молодых специалистов и работников долучить до профсоюзного життя, каб эффективна представляць их интересы. Перший пункт у программе – наведвання городского элеватора. Вылежку, где проходит биохимический процесс, идёт дозревание зерна и затем вырабатывают муку. Знаете, это, наверное, флагман Беларусского профсоюза агропромышленного комплекса, потому что здесь очень сильный коллективный договор, очень склочённый коллектив и самое главное, наверное, это понимающее руководство. Гэдызъезд в шосты, Паліку и попередние доказали свою необходность. Конечно же, вот эти все заседания, они проходят небеследно. Молодые люди приезжают на свои предприятия, в свои учебные заведения и пытаются внедрять вот эти блага именно для молодёжи. Мы накапливаем опыт, ездим по совершенно разным предприятиям и вот удается посмотреть и перенять опыт даже в соседствующих отраслях. У приватности представники молодёжного совета и мкнуться, как у коллективных договорах у всех предприемств был особный раздел под назвой «Молодь» и выучить профсоюзных лидеров эффективной реализации его положению. До речи, молодые профсоюзные активисты обмениваются в опытом и со своими замежными коллегами. Так, делегация Беларуси у Кастрышнику приме удел у Сусветном фестивале молодёжей студентов у Сочи. Дарья Семянько, Виталь Алексеенко, Новины Региона. Могилёв рыхтуется до легкоатлетичного марафона. Он пройдёл у первой недели у Кастрышника. А за 10 дней он до падей организаторы собрали журналистов на пресс-конференцию, где рассказали про особливости марафона. Могилёв примал марафон 30 год тому. Это была одна с дисциплин чемпионату Советского Союза по лёгкой атлетации. Всё лето гэтый популярный вид знову вертается на улицы областного центру. Первого Кастрышника у 10 годин ранецы, а матеры здорового ладу життя возьмут старт сплошь и славы. А кроме самого марафона организаторы пропонуют и больше короткие дистанции у 10 и 4 километра. За перемогу вызначены призовые. Самые великие – 2000 рублей за первое место в марафоне. На текущий момент нет ни одной такой области Республики Беларусь, которая бы у нас не принимала участие. Там, начиная от Бреста и заканчивая, видите, с той стороны тоже от Гомеря и в ту сторону, что говорится. Поступили также от иностранцев заявки. На текущий момент у нас есть заявки из Российской Федерации, также граждане Италии, Израиля и Польши. Каб пробегчий марафон, необходно пройти регистрацию. Я на заразе делу в интернете. Кали наде организаторы усправдятся, у мероприемстве возьмут удел некольки тысяч человек. Забеги пройдуть по центральных улицах Могилёва, в связи с чем обмяжут рух, а на певный час навод спинять. Андрей Шуляк, Віталь Алексеенко, Новины региона. Нагадаем, ця первая очередная выпуска программы Новины региона на телеканале «Беларусь-1» выходит у прямый эфир у 18.00. А больше подробязна про новины в области, как, звичайно, на нашем сайте. ТВР Могилёва, КРОП КАБАЙ. На этом я за вами раз витвуся. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова